Константин Никулин – дипломированный психолог, сексолог, специалист по психосоматике, личный коуч с опытом более 13 лет, спикер Академии ЭдПРО. От себя добавлю, что очень глубинный психотерапевт, который разбирается глубоко-глубоко в вопросах. И добро пожаловать на конференцию, Николай. Рады вас видеть вновь. Добрый день всем. Спасибо большое, Ольга, за такое теплое приветствие и представление. Сейчас я открою презентацию. Одну минуту. Так, мне нужно, чтобы у меня были права на открытие презентации, прошу меня их дать. В который раз я выступаю на конференции Академии, мне всегда это очень приятно, потому что публика очень думающая, как правило, публика очень ищущая ответы. И я люблю в диалоге быть с аудиторией, поэтому мы сегодня, я думаю, будем много практиковаться вместе. Сейчас, секунду, подгружу свою презентацию. Так. Да, вот сейчас должно быть все в порядке. Напишите, пожалуйста, видно ли меня, видно ли презентацию, все ли хорошо. Мой сосед решил сегодня где-то, даже не нашел его, где-то рядом делать ремонт. И знаете, что, так как моя тема, как наше тело кричит нам о проблемах психики, то вот в этот момент, когда сейчас, возможно, будут какие-то звуки посторонние, шумы, я бы хотел, чтобы вы начали отслеживать, что внутри будет вас. Я заранее извиняюсь, возможно, за какие-то посторонние шумы, если они будут. Мне бы очень хотелось, чтобы вся информация, которую я для вас подготовил, была вами впитана очень качественно. Но даже вот такое событие, как, возможно, какие-то помехи со связью, с шумом и так далее, это все отражается на нашем состоянии. И очень важно наблюдать за собой. Я бы хотел, чтобы вы сегодня, весь час, который вы будете на этом вебинаре, отслеживали, а что с вами происходит, что в моменте. Потому что в конце у нас будет, ну, ближе к концу у нас будет определенная практика, где мы прям поработаем с определенными телесными симптомами, с определенными телесными ощущениями. И, ну, кто-то скажет, да у меня нет никаких, может быть, проблем с телом. Ну, дай бог, чтобы так, да. Что взять в работу? И как минимум можно взять в работу те эмоции, которые параллельно или фоново были или будут сегодня. Ну, если не получится, если, допустим, все окей, все хорошо, я дам вам, предложу одну ситуацию, которая поможет некий симптом создать. Ну, не знаю, заинтриговал или нет. Да, меня уже представили. Я особо не буду говорить еще раз о себе. Работаю с психосоматикой, травмой, являюсь основателем онлайн-клуба психологов, психологов, психлуб.онлайн. И психология – это то, чем я люблю жить, да, люблю дышать, заниматься и в каждом, наверное, моменте времени ощущать, что психика, тело и ум связаны. И вот с этого мне бы хотелось начать. В конце у вас будет возможность позадавать вопросы, но если какой-то вопрос прям очень острый для вас, прям хочется его задать, и вы чувствуете важным, то можете это сделать. Я когда вот так буду отворачиваться от вас, то это значит, я смотрю в чат, не переживайте. Я с вами, но вот так я буду посматривать в чат. Хорошо. Эмоции, тело и психика едины. Я думаю, ни для кого это не секрет, но есть такая излюбленная фраза у психологов, особенно телесно ориентированных психологов, это те психологи, которые работают через тело. Что значит через тело? Они могут даже не прикасаться к вам, они могут никуда там руки не засовывать, но это психологи, которые через, например, танцевально-двигательные упражнения, через определенные симптомы, которые в тот или иной момент происходят внутри вашего тела, показывают, что сейчас происходит, это первый момент, а второе – трансформировать состояние. Но я чуть позже объясню, покажу пример, и вам будет понятно. Так вот, эта фраза, которую очень любят телесно ориентированные частности психологи, ну и многие другие, что тело не врет. Что это значит? То, что умом мы можем думать, да что, все хорошо. Ну, например, муж изменил жене, не буду говорить вам, муж изменил жене. И жена говорит, я его простила, все хорошо. А оргазмы прошли, не возвращаются, а до этого были. И казалось бы, она говорит, да я все, я понимаю, ну да, там были такие-то моменты, но вот искренне какие-то аргументы она нашла и говорит, что да, я простила. Но тело не врет. И тело говорит о том, что да, возможно, на уровне ума какие-то смысловые конструкции женщина построила и объяснила себе, может быть, другим людям, может быть, еще по каким-то причинам, что так получилось. Но тело, вот эту обиду, зажатые чувства, боль, нередко при изменении, это такая, знаете, потрепанная самооценка, потрепанная в прямом смысле. Я очень много работаю в эмоционально-образной терапии. И самооценка очень часто у женщины представляется в виде образа платья или в виде образа вазы. Ну вот, понимаете, да, такой образ, напоминающий тазовое дно. Это может быть ваза хрустальная. И, как правило, этот образ у женщины, которая пережила, например, измену, это либо грязное платье, это иногда бывает вообще как тряпка, либо разбитое ваза, либо ржавое ведро, ну вот что-то типа такого. И это говорит о том, что в теле это обида или причиненный вред, неважно, специально там это случилось или случайно. Сам говорю, и мне смешно от этой фразы. Ну, короче, это произошло. Но вред, который получила женщина или мужчина, такое тоже бывает, он оседает в теле, и тело продолжает с ним жить. И потом, спустя какое-то время, это может привести к психосоматическим расстройствам и заболеваниям. То есть все врачи скажут, да, у вас все хорошо, вы здоровы. Но симптом, какая-то болезнь, может быть, или какая-то аллергия, или проявление может быть. У меня у одной клиентки рука немела каждый раз, когда она просыпалась с мужем в одной кровати после вот такой ситуации. То есть вся левая часть. Причем, когда они менялись местами, случайно там было один раз, да, правая рука немела. То есть там, где лежал муж. Да, и очень интересно, как тело является подсказчиком для нас, чтобы пойти в проблемы. Потому что человек может прийти на консультацию не с запросом, что вот что-то у меня с рукой, или да, у меня что-то в животе, в груди. А человек может прийти с запросом, что что-то не ладится, что-то стали часто ругаться. Как сексологу ко мне часто обращаются с проблемой доверия, в интимной близости, с оргазмом и так далее. И дальше мы идем нередко в тело. Хотя я работаю дистанционно, да, и мне не обязательно видеть тело, мне даже не обязательно видеть человека. По интонации, по тому, как человек сам себя ощущает в моментах определенных, можно много что сказать. Да, я вижу вашу активность, друзья. Я, может быть, не буду все зачитывать, но какие-то прям важные-важные вопросы, на мой взгляд, я буду прям проговаривать. Да, для кого-то это не проблема, окей, верно, если партнеры договорились об этом на берегу. Да, ну хорошо, мы не будем уходить в тему близости, доверия и так далее. Это отдельная тема, но в качестве такой иллюстрации, я думаю, что, возможно, для кого-то из вас она будет животрепещущей. Заранее хочу принести извинения, если какие-то примеры, которые я буду приводить, а примеры иногда будут хлесткие, потому что это жизнь. Вот такое я слышу каждый день на своих консультациях. И эти хлесткие примеры, честные примеры, иногда будут задевать за живое. Поэтому сразу прошу прощения, если кому-то будет больно, возможно, такое будет. Ну давайте немножко с легкого начнем. Итак, мысль, повторенная дважды, работает как внушение. Я думаю, многие из вас об этом знают, что каждый момент времени мы программируем друг друга, и мы занимаемся самопрограммированием. Вот я сейчас вам приводил каких-то примеров, что-то он рассказывал, и тоже какой-то контекст создал у вас. Хотел я это сделать, не хотел, неважно. Но контекст какой-то создан. И то, если человек живет в определенной парадигме мышления, в определенных фразах, которые есть у него в озвученной речи, либо в мысленной речи, это приводит к тому, что это идет как внушение. И вот если вы сейчас видите эти слова, напишите, пожалуйста, в чат какие-то, может быть, еще выражения, которые связаны с телом, которые связаны с самоощущением себя. Это, может быть, даже какие-то поговорки, принятые у нас в народе. Мы даже, может быть, не замечаем то, как мы это произносим. А это ведь так или иначе характеризует наш быт, наше состояние и наше состояние здоровья. Доверие. Стекс не показатель доверия. Да, Лариса, но оргазм у женщины очень часто показатель доверия, особенно если он до этого с этим мужчиной был, а потом пропал. То, что почти все так делают, не значит, что это не может для кого-то являться проблемой. Ну да. Я смотрю, жаркие дискуссии пошли. Молодцы, молодцы. Пропускайте через себя. Да, тошнит от тебя, душераздирающее состояние. Да, и смотрите, то есть даже речь пропитана вот такими словоформами, которые характеризуют, что наше состояние психоэмоционально так или иначе отражено в теле. И, знаете, особенно это есть, когда работаешь с эмоционально-любовной зависимостью. Есть такое понятие эмоциональное вложение. Вот, не знаю, может быть, кто-то сталкивался с такой сильной эмоциональной зависимостью от партнера, партнерши, если нас слушают, мужчины сегодня тоже, то, когда происходит разрыв, это не просто любовь. Кто-то скажет, да, ну, любишь же, ты тянешься к человеку. Но даже если просто любовь, но если прям жить без него не могу, то когда работаешь с этой эмоциональной зависимостью, такой сильной-сильной, причем там, может быть, любовью не пахло с той стороны. Да, у меня была клиентка, который, мужчина на работе, он очень умело манипулировал всеми женщинами, которые там были, он был руководитель, и очень хорошо манипулировал. Причем такое ощущение, что его целью не было только интимная близость. Его целью было просто получать удовольствие, как он здорово это все делает. Потому что когда он рассказывал фразы, которые он использовал, ну, как будто прям по какой-то книге. Так вот, когда мы работаем с эмоциональной зависимостью, очень часто человек прям говорит, я ему всю душу отдала, я ему все сердце отдала, или я подарила там часть себя. То есть в прямом и переносном смысле вот эти частички себя мы помещаем в разных людей, которые нам близки, в которых мы вкладываемся эмоционально, в которых мы вкладываемся душевно. И это тоже как растрачивать себя. Одна из техник такой, я буду много по ходу техник говорить, примеров, что-то возьмете одно хотя бы, если это поменяет вашу жизнь к лучшему, это уже будет здорово. Одна из техник является вернуть себе те вложения, которые ты вложил в другого человека, в виде образов или символов. И я помню, с мужчиной работали, и когда он возвращал себе то сердце, то любовь, то время, те ресурсы, которые он вложил в любимого человека, то его прям жар в моменте охватил, и он сказал, я не понимаю, почему так происходит, у меня пот течет с головы, хотя в квартире комфортная абсолютно температура. Вот так вот образы, психика, тело, они переплетены. И очень здорово, что вы тоже это видите. Юля, умереть не встать, да-да-да, ничего себе. Ну, я не буду говорить о том, что старайтесь меньше говорить этих фраз и так далее. Суть не в этом. Давайте копнем глубже. Мы потихоньку с каждым разом будем идти все глубже и глубже. Алекситимия – такое сложное слово для выговаривания, но суть его очень проста. Это то, когда мы затрудняемся в осознании своих или чужих эмоций, в вербализации, описании этих эмоций, а также затрудняемся различать эти эмоции. Какой оттенок эмоций? Что я сейчас чувствую? Мы замечали, что психологи очень любят задавать, ну, как минимум, это культивируется, я не знаю, это в фильмах где-то, в анекдотах, да, что психолог задает вопрос, что вы сейчас чувствуете. И это не просто так, это такая, знаете, нормализация состояния, понимание, а вот что сейчас, когда вы про это говорите, что сейчас в моменте? Человек говорит, ну, комок в горле, да, или у меня прям ярость, я бы убила его сейчас или там, убил бы его сейчас. И этот вопрос очень важен, потому что работа с телом, работа с телесными симптомами, работа с эмоциональным состоянием, она начинается с вопроса, что вы сейчас чувствуете. И, к сожалению, есть люди, как правило, по статистике у мужчин это более ярко выражено, есть люди, которые страдают алекситимией, это не какая-то болезнь, прям болезнь, да, это неумение, это, скорее всего, свойство психики, неумение идентифицировать свои эмоции. Но давайте немножечко потренируемся, напишите прямо сейчас, что вы сейчас чувствуете, какие эмоции у вас внутри, прямо здесь, сейчас. Они могут быть условно-позитивными, негативными, нейтральными, связанные с нашим вебинаром, не связанные с нашим вебинаром, все что угодно. Лен, не меняйте слайды так быстро, хорошо, Лен, я верну назад. Наталья, у меня была алекситимия, да, это то, что поддается коррекции, и если, ну, как правило, конечно, биологические факторы тоже не нужно со счетов снимать, но, как правило, если с ребенком мало проговаривали тему эмоций, состояний, вы знаете, сейчас очень популярны различные книги для деток по развитию эмоционального интеллекта. Вот если всего этого не было, да даже не книга, просто, что смотри, там, Мишка, наверное, грусти, да, у него там лапа отвалилась, не там, а что ты почувствовал, когда там подошел мальчик и там отобрал у тебя лапа. Вот такие слова, формы, да, если такие предложения не были в жизни ребенка. Если ребенок не видел, как родители друг с другом общаются на уровне эмоций, то, как правило, и идентификация своих эмоций тоже затруднена. Человек говорит, что я сейчас чувствую? Нормально. Ну, когда ты говоришь нормально, это больше хорошо или плохо? Да нет, это нормально. Вот весь спектр эмоций. Хорошо, я вижу, что вы активно пишете, интересно, заинтересованность, усталость. А кто не может идентифицировать свою эмоцию сейчас, тоже поделитесь. Я немножко пока поясню, в чем есть разница между эмоциями и чувствами. Чувство – это более что-то такое долгоиграющее условно, да, чувство любви. Я могу долго любить одного человека или своего питомца. А эмоции – это в моменте. Они, как, знаете, как волны на море, они меняются. Сейчас одна эмоция, одна волна может нахлестывать другую, эмоции могут одновременно быть даже противоположны. То есть мы можем испытывать в моменте и любовь, и ненависть. Это нормально, такое возможно. Более того, спектр может быть очень широкий, это могут быть трехмерные эмоции. И вот чтобы немножко вам сейчас… Вот, Дарья, я не могу, Лили, я не могу. Спасибо за искренность, за честность. Чтобы вам сейчас немножко помочь, я предлагаю вам взять для себя вот такую таблицу, такую диаграмму эмоций. Вы можете сфотографировать, сделать принтскрин. Я не знаю, наверное, это к вопросу, к организаторам будут ли презентации, но вот как минимум этот слайд вы можете для себя сфотографировать, чтобы увидеть, какой широкий спектр эмоций может быть вообще в целом. И если посмотреть на сердцевину, то вот эти такие эмоции, ну, как условные эмоции основные, беженство, страх, радость, силы, спокойствие, грусть, от них идут оттенки, производные эмоции. Конечно, можно по-разному назвать эти эмоции, но вот, знаете, хорошее упражнение, если вы хотя бы 2-3 раза в день будете говорить себе так, стоп, что я сейчас чувствую, доставать эту таблицу и смотреть, как будто вот кошки на душе скребут. Это больше про что? Злюсь? Да нет, вроде бы не злюсь. А, это какая-то тревога, опа, тревога. Я боюсь там вечером, что там что-то будет, не знаю, надо идти к зубному. Вот что, ага. Или там, вот сейчас коллега что-то рассказала, и мне как-то тоже вот не по себе. Что такое? А, так это зависть. Мне было некомфортно, что вот у нее, знаю, все хорошо, с деньгами, в карьере, с мужем, с детьми, а у меня вот не очень. Ну и позитивные эмоции, то же самое, да. Вот как-то, не знаю, вышло из бани или на природу. И что сейчас? Это больше умиротворение, задумчивость, или это больше какая-то чувство благодарности природе, или и то, и другое. Вот это потихонечку будет разукрашивать ваш спектр самоощущения, который очень важен не только для психолога, когда он вам задаст вопрос, если вы когда-то пойдете к нему, что вы сейчас чувствуете, и вам будет легче ответить, а для вас самой. Потому что тело начинается с эмоций. Даже я слышал такую интерпретацию, не знаю, насколько она верная, скорее всего, это больше игра слов, но она мне понравилась. Эмоции с английского e-motion, ну, e-motion, да. И вот e- это как e, как energy. Energy motion, движение энергии. И когда ты понимаешь, какие у тебя эмоции, ты понимаешь, как двигается энергия в твоем теле, то и контролировать эту энергию, то и управлять этой энергией становится проще. Как мы сегодня еще увидим, именно законсервированные, заблокированные эмоции, а следовательно и энергия, нередко являются таким вот, такой основной причиной каких-то негативных состояний телесных в том числе. Так. Развесила эта эмоция? Да, это не совсем эмоция, это больше про состояние. Но, знаете, когда вот ты в таком тонусе, когда у тебя есть там желание побеждать, мне нравится, когда это тоже выделяется как эмоции. Наталья, что делать, если спектр эмоций не выражен? У меня все всегда нормально. Наталья вот как раз про это говорил. Начните периодически просто примерно ставить, ну, знаете, как фишки, дети играют в какую-нибудь настольную игру, ставить фишку на вот эту диаграмму, где и какая у меня эмоция. Да, Надежда, спасибо большое за пояснение вопроса. Отзывчивость – это больше про состояние отдавания в моменте. То есть мне хочется быть полезным для кого-то, мне хочется отдавать. Хорошо. Ну, мне нравится, что у нас аудитория разная, такого уровня подкованности, и мне нравится, что вы друг другу тоже помогаете. Лариса, что лучше быть эмоциональным или нет? Сложный вопрос, Лариса. Однозначно, я за то, чтобы осознавать свои эмоции, но уметь ими управлять. И если пойти глубже, то, например, когнитивно-поведенческая терапия утверждает то, что наши мысли рождают наши эмоции. Просто эти мысли нередко неосознаваемы. То есть мы можем успеть осознать эмоцию, вот что-то мне хреново стало на душе как-то, и начинаем распутывать. А что случилось? Так вот, там, не знаю, сосед долбит, да, уже, слава богу, не долбит, по стене. Ага, и что между сосед долбит и хреново на душе? Ну, я уж извиняюсь, да, как некоторые клиенты выражаются, я так и буду говорить. А вот что, мысль о том, что он долбит, я ничего там не слышу, не понимаю, я зря трачу время. Вот она мысль. И вот мысль мы можем трансформировать, ею мы можем управлять. Это целая там наука, да, для кого-то это целая там серия консультаций с психологом. Но вот с этим мы можем работать. С эмоцией, когда она уже поднялась, да, мы тоже можем работать через дыхание. Например, я очень рекомендую вам погуглить, по-ютюбить, наверное, больше сказать, дыхание Вима-Хоффа. Вима-Хофф. Очень классная техника, которая позволяет, вот уже когда есть состояние, да, то есть когда уже, скажем так, глубинные центры мозга запустили, гормональный эффект, да, и уже мысли ты исправляешь, а уже гормоны бушуют внутри. Вот эта дыхательная практика, Вима-Хоффа, для большинства, есть исключение, но для большинства она создает очень успокаивающий эффект. Там 10 минут буквально, и эффект очень хороший. Попробуйте. Ну, давайте, не буду углубляться в эмоции, хотя это тоже отдельная большая тема. Итак, как психологические травмы застревают в нашем теле? Возникает ситуация, в которой мы испытываем сильный стресс. Причем это может быть в юном возрасте, в детском возрасте, сейчас тоже. То есть нельзя говорить, что травмы – это только про детский возраст. Да, у ребенка менее зрелые, менее сильные психологические защиты, и более восприимчивая его психика как такова, и поэтому чаще мы о психологических травмах говорим про детский возраст. Но, извините меня, и во взрослом возрасте, когда ты идешь в потемках, и на тебя выбрасывается огромная собака из подворотни, выскакивает, то это тоже может привести к такой травме, условно скажем, и человек потом… Ну, давайте проговорю дальше, что будет потом. Вот в этот момент, давайте с этой собакой возьмем, идете в потемках, огромная там белая собака. Я вот с утра бегаю на зарядке, и у нас мужчина гуляет с такой огромной белой собакой. Я плохо разбираюсь в породах, но это такой медвежонок просто. И он очень, конечно, такой милый, я, наверное, и добродушный. А когда я захожу в магазин по соседству, и эта собака там, она лежит возле мороженого, холодильника, и вот такая дышит, когда сейчас жара, дышит активно. Ну, короче, такой медведь прям. Вот представьте, на вас такой белый медведь, не дай бог, выскакивает там в темноте, в сумерках подворотни. В этот момент бессознательное записывает автоматом всю информацию из всех органов восприятия. То есть сама эмоция, которая в момент зашкалила, заставила подсознание, точнее, ваше сознание сузиться, и вот весь спектр информации, который был получен от всех органов чувств, записаться. Для чего? Так как это шокирующая информация, психия воспринимается как несущая опасность для жизни, то организм нацелен сохранить вашу жизнь, и для этого, значит, нужно избегать всего того, что он сейчас записал. И третье, в дальнейшем при возникновении схожих внешних раздражителей может включаться телесная реакция, как будто бы ситуация повторяется вновь. Гробо говоря, потемки, и, например, в тот момент, когда она выскочила, у вас прям сердце закололо, на сумерки, и у человека коет сердце. Или живот скрутило от страха. Часто очень страх – это он живет в животе. Живот скрутило, опять же, белую собаку видим не в сумерках, у друзей, и что-то происходит с животом. Причем человек может забыть это, это может быть спустя 10-20 лет. А вот так вот все это записано. И телес, наше тело, телес, когда, как говорят психологи, реагируют на внешние раздражители, симптомы. У меня был клиент, у которого был случай, он, ну, что-то у него там случилось в школе из серии там буллинга на травле в классе пятом, шестом. И он пришел домой и просто, ну, плакал и гладил котенком. Точнее, это уже был не котенок, а кот. Как вам кажется, что произошло у него? Напишите в чат, какие версии, что произошло спустя время. Хотя до этого кот котенок год жил, все нормально было. Регина, педагог, психолог, ленинградский. Так, ага, Регина, очень приятно. Лилия, может психологически травмом в раннем детстве отразиться на речи ребенка? Не разговаривает почти? Да, может, конечно. И тут можно работать как с мамой, так и с ребенком, смотря сколько ему лет. Но я с детьми не работаю. Так, до скольки вебинар? Ну, мое выступление примерно час с небольшим. Лариса была первой. Да, абсолютно верно. Аллергия на кошек. Верун, тоже аллергия на кота. Все верно. Это как так называемый записанный трек. То есть затем у человека, когда появляется кошка, это начинает ассоциироваться с болью, с психологической, с травмой, отвержения в той ситуации больше. и текут слезы, ну, сопли там, все вот это вместе. Хотя до этого все было хорошо. Причем никто не говорил ничего, да, в момент про кошек. Вот так это срабатывало. И я сейчас это рассказываю для чего? Чтобы вы смотрели, анализировали, возможно, у вас какие-то аспекты внутри тоже проявляются. И может быть, кто-то из вас даже осознает причину каких-то своих психосоматических проявлений. Не каждая ситуация становится травматичной для человека. Она должна быть как минимум, первое, драматична, то есть это слишком эмоционально для психики в данный момент. Слишком эмоционально это очень условно. То есть это может быть для одного ребенка с его генетикой, с его силой психики его могут там, не знаю, не дай бог, побить, и ему будет окей, психика выдержит. А для другого просто негативно его обозвал там родитель, и для него будет это непереносимая боль. Это все условно. Неожиданно, как правило, то есть его никто не подготовил, не сказал, что смотри, вот сейчас такая-то с тобой случится история, потерпи, все будет хорошо. Да, когда, сколько таких пациентов, клиентов, которые, не знаю, там пошли на удалять аденоиды, и их не предупредили, их привязали в наше советское время и сделали эту жутчайшую операцию. И, конечно, это тоже может быть очень травматично. И изолировано, не было с кем это пережить, не было утешения, не было плеча, не было вот такой жилетки в хорошем смысле этого слова. Вот это все усугубляет наличие травмы у человека. Аня, а если есть аутоиммунные заболевания, как быть, Аня? Нужно смотреть. Я не сторонник того, чтобы говорить, что вот это однозначно, вот это, аутоиммунка, это однозначно, что-то вы не принимаете в себе, или еще что-то. Да, закономерности какие-то есть, но мне больше нравится смотреть конкретно с человеком, потому что иногда и женские какие-то болезни могут быть вообще не связаны с мужчинами, или с моей женственностью у женщины, с ее женственностью. Поэтому здесь нужно смотреть индивидуально. Но, тем не менее, я бы хотел дать некий такой стандарт. Возможно, вы слышали Вильгельма Райха, который выявил и ввел такое понятие кольца мышечной брони. Это то, когда на разном уровне в нашем теле, на мышечном уровне происходит спазмирование и какие-то эмоции блокируются в теле. Вы знаете, я, когда это слышал, не особо в это верил, но в свое время я попал в телесно-ориентированную психологу, которая работала через метод ребалансинг. Возможно, вы слышали. Но это был не просто ребалансинг, это был ребалансинг психотерапии. И я на своем теле убедился, как реально травмы живут в теле. Просто расскажу вам. Психотерапевт вела не сильно по телу, по спине, например, очень медленно, плавно, с нажатием. И где-то становилось больно, хотя больно не должно было быть. Я говорил в этот момент, что больно. Она нажимала на эту точку и держала. И мне нужно было проговорить. на что боль похожа. Расскажи, на какой образ идет. Мне приходил образ вообще дурацкий. Сабля, кошка, зеркало, все что угодно. И дальше потихонечку мы этот образ разматывали до того, что выходила целая история, которую я давным-давно забыл, которая мелочь. Там из серии что-то, очень скучал по отцу, когда он уезжал в маленьком возрасте или еще что-то такое. И мы ее в моменте прорабатывали, это буквально 10 минут, она все так же продолжала держать это место. И после проработки, нередко со слезами, нередко с какими-то эмоциями, в моменте это место, например, на спине становилось более мягким и боль утихала. И это место разглаживалось. То есть пазм мышечный, где эта травма жила, она прям расправлялась. И я прям переспрашивал, ты с такой же силой давишь? Потому что мне не больно, что произошло, что за магия? И на сеансе было по несколько таких моментов, и когда я на своем теле это увидел, конечно, я увидел, как действительно травмы живут в теле. Но достижение Вильгельма Райха заключается в том, что он, можно сказать, классифицировал вот эти кольца и ввел стандарт некий, анализируя своих клиентов, пациентов по тому, с чем это связано. Секунду, я перетащу свое видео, чтобы вы видите. Ну и вот основные, которые он выделил, это глазной сектор, причины из детства. Вот если вы посмотрите, то все причины, по его мнению, из детства, которые были, это то, когда блокировалось какое-то спонтанное эмоциональное проявление ребенка. И быть может, у кого-то из вас сейчас будет вопрос, ну что это значит? Я не должен или не должна никак там своего ребенка осекать, если он орет, если он там падает на пол, там ногами дрыгает. На самом деле мы не берем какие-то крайности, да, и действительно ребенок ребенку рознь, но как минимум давать чуть больше пространства для проявления эмоций, это нужно делать, да, можно сказать, что я вижу, ты расстроился, я вижу тебе плохо, ты можешь покричать, ты можешь потопать ногами, ты можешь порвать бумагу, ты можешь там делать все, что тебе хочется, но не причинять вред другим, там мне, маме, мне там папе, коту и так далее, но, но к сожалению, это вот так вот, там не пойдем мы сегодня в магазин, да, но я понимаю, ты можешь ругаться, можешь кричать, и вот это ты можешь, это одно из ключевых разрешений, которое, получая ребенок в моменте, научается экологично выпускать свои эмоции, что впоследствии приведет к тому, что они не будут вот започковываться так в теле, но при этом вы отстаиваете границы, говорите, так, стоп, меня бить не надо, меня кусать не надо, нельзя, но ты можешь вот это, вот это, понимаете, не сразу, конечно, он это поймет, он может быть 30 раз будет вас там пинать, кусать и так далее, ребенок, но как минимум, вы правила потихоньку вот этот каркас выстраиваете, очень важно, конечно, родителю учиться быть, такой, знаете, где-то метафора, слышал, что ты море, ты море, и ребенок, это вот те камни, которые падают в море, и волны плескаются, но ты принимаешь все эти эмоции, и это не всегда просто сделать, и вы имеете тоже полное право, я предполагаю, здесь много мам, пап, вы имеете полное право на свои эмоции, на свой деструктив, и ко мне нередко обращаются именно там люди, но женщины, как правило, которые недавно родили, говорят, что такое, я там раздражаюсь на все сейчас, вот, ну вот, я думаю, вы посмотрели, пока я, давайте, предыдущие два слайда просят показать, но вот этот глазной сектор, шелюстной, горловой, сфотографируйте, если надо, Лариса, у меня есть пациентка, у нее от секса с мужем, который очень активно начинается воспалением мочевого пузыря, да, Лариса, это прям классика жанра, А, да, Ксения, ты море, а не скала, стихотворение такое есть про маму, да, 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 Ксения, спасибо большое, что напомнили. Ну вот, смотрите, да, то есть зажатость, глаза могут быть неподвижны, и на определенных, вот я ходил на серию семинаров, где мы прям через тело прорабатывали эти блоки, возможно, кто-то из вас знаком с техникой EMDR, по-русски ДПДГ, когда через глазодвигательную билатеральную стимуляцию можно перепроживать эмоции застывшие, да, и вот примерно так делали. Рот, напряжение, скул, челюсти, это очень часто вот наш, наш такой вот крик, наша спонтанность в эмоциях. Шея, напряжение языка, это когда гнев удерживается, да, либо плач, и не разрешается, мужчинам очень часто не разрешается плакать. Плечи, грудь, руки, это больше про спонтанность, про вот шквеление, про вот такое, диафрагма, там живет наш гнев очень часто, особенно в солнечном сплетении, я прям, 99%, когда человек говорит, у меня что-то вот, знаете, прям поднимается в области диафрагмы, когда это происходит, 100% там будет какой-то гнев. область живота, там страхи, наше животное, область таза, это подавленная сексуальность, зажатые ноги, крестец, да, органы малого таза, когда пугали сексом, когда, не дай бог, был негативный опыт сексуальный, ну и так далее, и это все происходит, проживается в теле. Так. Да, на зрение в том числе это может влиять, да, вот здесь я привел примеры, головная боль и нервный тик могут способствовать отвлечению внимания от неприятных мыслей, рвота может защищать от фантазий, вызывающих отвращение, ну, не обязательно у ребенка, да, нарушение зрения и слуха способствует тому, чтобы не увидеть или не услышать то, что может потревожить сознание. Ну, это то, что на поверхности, это то, что я думаю, многим вам понятно и известно, то, когда не хочу это видеть, да, или ненавижу вас, ребенок это может ощущать, может любить и ненавидеть одновременно родителя, и тогда это может повернуть эту агрессию на себя, потому что нельзя не любить маму, нельзя не любить или там ненавидеть папу, а агрессия и ненависть, гнев требует выхода, куда он будет выходить, аутоагрессию, на меня, на себя обратно, и это тоже на психосоматику влияет. Так, ну, давайте немножко поработаем с симптомом, у нас 15 минут с вами есть. Любой симптом можно представить в виде какого-то образа, а дальше мы позадаем определенный вопрос. Ну, вот смотрите, слава богу, у меня тут утихли, как чувствовали, на самом деле, когда расслабляешься и принимаешь то, что происходит вовне, очень часто поле и пространство как будто бы слышат себя и подстраиваются. И вначале я был немножко напрягся от этого, но когда я вижу, что ну, пусть будет так, это тоже опыт для кого-то, и для кого-то это прям будет терапия в моменте. Терапия – это не всегда про поглаживание, про то, что все хорошо, и про сладость. Терапия нередко – это про то, что нам надо увидеть наше несовершенство и то, что нас триггерит очень сильно. Знаете, после одного тренинга или вебинара я условно, очень условно, начал делить людей на хороших и учителей. То есть, есть хорошие люди, с кем легко, комфортно общаться, а второе – это учителя, это наши люди, отражающие, что в нас может быть лучше, что у нас может стать лучше. Конечно, мы не говорим о каком-то тотальном принятии, там, не знаю, убийц, воров и так далее. Нет, мы сейчас не про какие-то крайности. Но про то, что нас может раздражать что-то в другом, и, быть может, это подсвечивает, что что-то внутри несовершенно в нас, и опять же, путь к этому пойдет через эмоции. Потому что, чтобы понять, что я раздражена или раздражен, нужно идентифицировать эту эмоцию, как говорится, смотри пункт выше. Итак, попробуйте прямо сейчас проанализировать, что вы чувствуете в моменте. Или давайте так. Представьте, что прямо сейчас есть техническая возможность вам передать слово. И я говорю сейчас. Итак, я бы хотел, чтобы сейчас на мой вопрос ответила его прям по чату. Ольга или Анастасия, или Екатерина, Инна, да, и так далее. То есть, называю ваше имя и передаю вам слово с видео. И вам нужно что-то сейчас рассказать. Ну, неважно что, анекдот или там историю, как телесный симптом в вашей жизни проявлялся. Вот прям представьте, через 10 секунд начнется ваше выступление. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Камера включается. И теперь можете даже прикрыть глаза и просто посмотреть в тело. Что в теле, что внутри. Как тело реагирует на эту воображаемую ситуацию. Как тело проявляет себя в тот момент, когда вам нужно проявиться вовне, например. Что в теле? Почувствуйте. Это может быть что-то в груди. Это может быть вспотели ладошки. Это может быть закружилась голова. Может быть, все окей, все комфортно, здорово. Это может быть что-то в животе. в ногах. И напишите, пожалуйста, сейчас. Ступор, страх, улыбка, горло сжалось. Суперская техника. Спасибо, Наталья. Грызу ногти. Отлично, Камила. Елена, сразу волнение. У меня часто чешется тело, голова, руки. Отлично. Отлично. Так, хорошо. Так, ком в горле. Ну, давайте с этим симптомом и поработаем. Все, можете забыть причину, по которой он вызвался, а вот сконцентрируйтесь на том, что в теле. Вот прям держите это, зафиксируйте. С этим и поработаем. Почувствуйте ваш симптом, сконцентрируйтесь на нем. И первое, что приходит на ум, мы чуть-чуть поработаем с этим. Если бы этот симптом был образом или символом, то на что он был бы похож? Абсолютно все, что угодно. Все, что существует или даже не существует в нашем мире. Это может быть что-то конкретное из серии, там, кочерга, не знаю, пиявка, какой-нибудь космос, цветочек или не конкретно, какая-то там желтый сгусток, красный шар, мультипликационный герой, все что угодно. Можете написать в чат, какой образ приходит на ум. Если не приходит, ничего страшного, не напрягайте себя этим. Это не значит, что у всех должно что-то прийти. Мы с вами не на терапии, мы просто прикасаемся к этому. Мы трогаем наш симптом, мы смотрим на него, мы изучаем, как исследователи ставим эксперимент. Звезда, Красная Советская, Камень, Кувалда, Пробка, Медаль, Монета. Будьте, пожалуйста, очень бережны сейчас к себе. Если вы чувствуете, что состояние ухудшается и вам стал очень этот симптом непереносим, пожалуйста, прекратите это делать, потому что для меня важный закон, не знаю, правило, не навреди. будьте очень сейчас чувственны к себе, чувствительны, чтобы не идти в глубину. Но вот сейчас мы по взаимодействию с этим образом, который у вас есть по определенному алгоритму. Попробуйте почувствовать, можете прикрыть глаза, можете сконцентрироваться, как будто бы, если этот образ был не в вашем теле, вот та звезда, Кувалда, Стражник, Лубок, Розовое Облако, Супер. Если бы это было не внутри, а вовне, скажем, на стуле, на столе, рядом, в пространстве просто зависло. И вот просматривайте этот образ, поприсматривайтесь к нему, на что это похоже. Может быть, этот образ напоминает вам кого-то или что-то. Может быть, этот образ вам что-то говорит из серии АА, сейчас тебя все будут слушать, и ты ничего не сможешь сделать, как всегда, потому что ты неумеха, например. Или он говорит, ой-ой-ой, я боюсь, боюсь, мне страшно выступать. Да, мы же про выступление. Или он просто ничего не говорит и плачет. Образ сам. Неважно, даже если это какой-то предмет. Смотрите, наблюдайте и чувствуйте, что какая история может быть с ним всплывает. Еще раз, будьте аккуратны к себе. Если что-то там такое сильное, выйдите сейчас из этой практики, но не дай бог там что-то серьезное, с этим образом вытаскивается, то не нужно туда ходить. Если вы чувствуете, что все окей, просто наблюдайте. Может быть, вы услышите голос этого образа и почувствуете, чей это голос. Может быть, таким же голосом говорила мама или папа или первая учительница или брат или сестра или ваш руководитель, начальник. в каких жизненных ситуациях он еще проявляется, этот образ? Когда он еще выходит? Прямо можете его поспрашивать, слушай, кто там, змея, он у Кристины. А ты когда еще появляешься? Когда еще ты выходишь наружу? Трехлетний ребенок у Зарины. Да, это может быть образ вашего внутреннего ребенка. Если это образ внутреннего ребенка, вы можете просто дать ему тепло, поддержку и принятие, сказать, ты мой хороший, ты самая ценная и любимая, что у меня есть. Все, что я имею в своей жизни, я обязан тебе. я люблю и принимаю себя таким, какой ты есть. Вот если образ ребенка, дайте ему тепло, что бы там ни было, он может не принять, он может не верить вам, он может, наоборот, пойти к вам на руки, но это будет позитивно, как правило. У кого не ребенок, у кого там, вы понимаете, что это не ребенок, не котенок, да, поизучайте, поисследуйте, как вы к нему относитесь, какие эмоции он у вас вызывает. может быть, негодование, может быть, страх, может быть, отвращение, и отвращение, это тоже не значит, что это плохой образ, потому что отвращение может вызывать тоже наш внутренний ребенок, которого в детстве сказали, так нельзя, так плохо, так ведут себя плохие мальчики или девочки. и попробуйте очень аккуратно, вот если этот образ вызывает в вас негатив, аккуратненько только, мягко, дать ему немножко добра, добрых чувств, сказать, что, знаешь, вот может быть, ты такой неказистый какой-то, кривой, плохой, но я знаю, что ты все равно хороший. И посмотрите, если этот образ не начнет там, не знаю, кидаться на вас, там негатив какой-то на вас, то можете продолжить. Если он еще хуже становится, не надо таких слов говорить ему, это значит, там другая история. Но очень может быть, что это какая-то отверженная часть вашей личности, и просто дав ей принятие, просто взяв его на ручки, полюбив его, вот так, просто сейчас в своем воображении можно в том числе проработать какую-то часть той самой истории, связанной с публичными ступенями, например. А можете его спросить, а как давно ты со мной живешь? Вот прям задать самой себе вопрос. Сколько было лет мне, когда этот образ первый раз появился в моей жизни? Наталья, сколько можно бить этой кувалдой, как я могу от этого уйти? Наталья, тут исключительно в вашей ситуации, потом напишите, какой будет результат, я, правда, могу его не увидеть результат, но здесь такое парадоксальное предписание, прием, скажите этой кувалдой, кувалде, кувалда, я не буду больше тебя бить, я тебя отпускаю. Вот именно так, вот она и вас бьет, но скажите, я не буду вас больше бить, я тебя отпускаю. Посмотрите, что будет. Ага, можете мысленно даже пересесть на другой стул и стать этим образом и посмотреть, а что вы чувствуете в этой роли, когда вы, например, в случае Натальи, это кувалда, а вот Наталья такая в стороне сидит или стоит, вот я кувалда, такая вот железная с ручкой, вот я смотрю на Наталью, я прям хочу ее ударить, да? Ага, почему она вызывает ему такие эмоции, что внутри меня? Да, и что я делаю для нее, почему я хочу, например, ее ударить, или почему я хочу ее отнять, или почему я постоянно там заволокла все туманом, если вы туман, то есть что я делаю таким образом? Поймите, все образы в нашей психике, они для нас что-то делают, они для чего-то, и ни в коем случае не нужно механически выкидывать образ или сжигать образ, потому что вы можете выкинуть или сжечь часть себя, свою частичку, часть своего внутреннего ребенка, отверженную часть, поэтому поговорите с ней, посмотрите, что там, и вернувшись в себя, можете, или будучи там, поспрашивайте, а при каких условиях образ согласен, например, прекратить свое негативное воздействие на вас, что вы должны сделать, ради чего он все это делает, вот если он не будет это делать, тогда что будет с вами? Может быть, он боится, что тогда вы там станете какой-нибудь никчемной, и этот образ, это на самом деле мама, которая говорила, ты должна быть идеальной, и если ты не идеальная, как натянутая струна, то ты можешь закончить эту жизнь плохо, и все, я должна быть струной, этот образ, кстати, у меня был у клиентки недавно, образ натянутой струны, Дарья, это техники из НОП, нет, это эмоционально-образная терапия, автор эмоционально-образной терапии Николая Дмитриевич Линда, да, Юлия Монета оказалась золотой медалью за отвагу, хорошо, хорошо, коллеги, зеленая слизь, Римма, ну, зеленой слизи можно тоже попробовать дать добрые эмоции, дать тепло и посмотреть, как она отреагирует, сказать, можно прямо ее потрогать, пожамкать, знаете, как дети вот жамкают что-то такое, там, грязь, грязь очень часто это какие-то вытесненные непринятые чувства стыда, как правило, связанные со стыдом, грязь очень часто идет в теме секса, в теме насилия, попробуйте с этой слизью поиграть, хорошо, так, ну что, поделитесь ощущениями, напишите в чат, как сейчас, мы просто поисследовали образ, потому что для его трансформации нужна индивидуальная работа, я не могу сказать, вот сделайте это и у всех все пройдет, нет, такого нет, такого нет и не бывает, более того, один и тот же образ у одного человека может означать, там, не знаю, гнев подавленный, у другого часть, что это ребенок выйти с ним, есть, конечно, словарь эмоционально-образной терапии, я рекомендую почитать книгу Николая Дмитриевича Линды, эмоционально-образная терапия, такая бордовая книга, она так называется, Ага, Наталья, спасибо, кувалда это волшебный пинок, мне нужно его полюбить, возможно, Наталья, возможно, посмотрите, как именно вам будет, не старайтесь сейчас получить прям какой-то разовый результат, но как минимум вы прикоснулись к своему телу, вы заметили, что вот так вот просто, вот так вот возможно элегантно для кого-то, мягко, без заботы к себе, вы поисследовали симптом, связанный с публичным выступлением, возможно, у кого-то всплыла какая-то более глубокая история, возможно, у кого-то даже получилось немножко трансформировать свое состояние, потому что вы поняли, осознали, в чем причина, есть такая фраза, то, что мы осознаем, мы можем контролировать, то, что мы не осознаем, контролирует нас, но путь к телу, путь к своей душе, он не тернист, он не какой-то сложный, это не годы психоанализа, если ты в каком-то контакте со своим телом, со своей личностью, со своей психикой, то подсознание, в котором действительно записано все, может дать очень много ответов на ваши вопросы и реально помочь вам изменить к лучшему то, что есть у вас сейчас, то, что вас не устраивает. Ну, хорошо, я, в принципе, готов ответить на ваши вопросы, у кого-то получилось, стало легче, ага, у Камеи все, вот так, большого выступления перед большой аудиторией, здорово, спокойно, пробовал эту технику на себе со своим психологом, не с первого раза получилось, отлично, Ольга, напишите автора техники в чар, Линде, Линде, как Линда, только на конце Е, техника дыхания, Хофф, по-моему, есть такая компания, связанная что-то со стройматериалами, Вим, Хофф, Ф, Ф на конце, Федор, Елена, арматура не дает мне прогнуться, вот Елен, посмотрите, чья это арматура, можете прям представить образ папы, мамы, и попробовать ей или ему отдать эту арматуру и посмотреть, а вот как бы из их теста сделана эта арматура, потому что такие вот, особенно металлические штуки, это очень часто жесткие предписания и запреты, которые мы получаем от авторитетных для нас взрослых, и ну из серии будь сильной, будь несгибаемой и очень часто помогает техника, когда мы прям говорим например, маме или папе, что это твое, ты автор этого, ты создал эту арматуру, я не родилась с этим и я возвращаю тебе это, мне это больше не нужно и отдаем прям человеку с ощущением, что мне можно быть слабой, мне можно что-то не делать, мне можно с чем-то не справляться, да, вообще любовь к себе, я постоянно об этом говорю, начинается с простой фразы, мне можно, и это не про то, чтобы нарушать какие-то законы, это делать, не про то, чтобы делать кому-то плохо, мне можно, это про то, что я имею право быть свободной личностью, да, моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека, но мир гораздо больше, чем то, как я, возможно, его воспринимала, опираясь на установки, предписания, запреты авторитетных для меня людей. Зарина, то, что, можно еще раз цитату про осознание, то, что мы осознаем, мы можем, то, что мы не, то, что мы осознаем, мы можем контролировать, а то, что мы не осознаем, контролирует нас. Айгуль, отчего постоянное напряжение в теле? Айгуль, много может быть причин, это может быть и какая-то конкретная зажатая эмоция, связанная с какой-то конкретной ситуацией, это может быть и предписание неосознаваемой, серий «Будь сильной». Если напряжение не постоянно, а в каких-то ситуациях, то я бы исследовал ситуации, что между ними общего, что эти ситуации запускают во мне такого, то есть, что в них есть. Ага, например, в них, анализирует Айгуль, есть то, что я на публике, или есть там, или во всех ситуациях есть мужчина, или во всех ситуациях есть угроза жизни. И мы понимаем, что, возможно, мое напряжение излишнее, потому что напрягаться в принципе, это нормально. Но вот чрезмерно напрягаться, то это, возможно, про какую-то неотреагированную эмоцию в прошлом, и она связана, например, с этим человеком, или с такой ситуацией, или с детьми. Спасибо, хочу еще слушать ваши лекции. Спасибо большое, Наталья. Татьяна, а если это образ улыбающегося, белого, пушистика, как правило, это наш внутренний ребенок, погладьте его, скажите, что принимаете его таким, какой он есть, любите, и дайте ему тепло и поддержку, и он очень часто трансформируется в реального ребенка. Да, и можно взять его на ручки, посмотреть, побыть в этом опыте. Светлана, Вимхоп, да, все правильно, только там, по-моему, две М, две Ф. Наталья, есть еще такая фраза, нами управляет тот, кто нас злит. Вот смотрите, сегодняшнее, ведь мое выступление, оно идет в рамках Академии, это про, и мне всегда приятно выступать в Академии в том смысле, что здесь много присутствует не таких людей, которые, знаете, случайно попали сюда, от тех, кому тема психологии интересна. Мне в свое время, ну, скажем так, не дали родители поступить на высшее образование, первое, психологическое, сказав, что это за профессия для мужчины, психолог, давай-ка ты пойдешь в технический вуз, но потом все равно, как говорится, признание взяло свое. И вот если вам, ну, потому что я психологию дышу, не просто живу, я и дышу. Вот недавно я ехал в поезде и я осознал, что я каждый момент времени смотрю на человека и пытаюсь понять, какую эмоцию он сейчас испытывает, а что его злит, а что его тревожит. Это мне помогает в консультациях, но я не могу по-другому. И если вот вам психология так же близка, так же интересна, ведь это целый мир, деньги – это психология, здоровье, как мы сейчас с вами убедились, это тоже психология, отношения – это психология, дети – это психология, карьерный рост – это психология. И, ну, не побоюсь этого слова, хотя у меня мама врач, врач-хирург, офтальмолог, но я считаю, что психолог – это еще круче, чем врач, потому что мы помогаем улучшать жизни людей в абсолютно разных областях. Если врачи помогают только здоровье, и они большие умницы и молодцы, я всегда низкий поклон врачам, но психолог – это тот, кто может улучшить жизнь человека во всех областях. Если вам эта тема интересна, если она вам откликается, это целый мир, которым можно всю жизнь посвятить и сделать это темой и делом и профессией всей своей жизни, то я очень рекомендую вам присмотреться к Академии, потому что я знаю изнутри тот уровень обучения, который есть в Академии, и он мне очень близок, потому что мне есть чем сравнить. Поэтому, пожалуйста, смотрите и внимайте всю ту информацию, которая есть в Академии. Тяжелый вопрос от Ольги. Скажите, если в день, когда изнасиловали мою бабушку, меня укусила собака, могу из-за этого не складываться отношения с мужчинами? Да, тут очень интересно в плане того, что тут еще и собака, я думаю, вопрос будет про собаку. Конечно, может быть все, потому что есть такое понятие вообще, как трансгенерационная травма. Это травма, которая может передаться ребенку через поколение. Более того, травму, которую он не видел. и это вообще фантастические случаи, когда ты такое слышишь и видишь, что происходит в моменте, и потом говоришь клиенту, а спросите у вашей бабушки, вот у нее случайно вот этого не было, и клиент спрашивает, и бабушка в шоке, откуда ты это знаешь, мы держали это под семью, там, печатями, то понимаешь, что психология, это не только про контроль своих мыслей и ума, это реально про работу с полем, с энергией, с какими-то более глубинными, коллективную, бессознательную историю. Поэтому, да, здесь может быть и с мужчинами, конечно же, история, и здесь может быть и психосоматика, и много всего, чего еще. Лариса, каждому психологу нужен психолог, абсолютно верно. Я также бываю периодически в супервизиях, да, с какими-то непростыми ситуациями, случаями, и в терапии, когда раз-раз, и ты смотришь, ух ты, а что у тебя так какая-то ситуация, триггерит, да, и понимаешь, что есть еще с чем поработать, давай-ка дуй в терапию, это нормально. Знаете, я как-то давно уже проводил опрос у себя в канале, вы бы пошли к какому психологу, который без травм, такой вот, в счастливом детстве рос, и сам не был в терапии, но был так вот, несколько часов, и как бы сказал, да мне ничего, у меня нет никаких травм, все хорошо. Или тот, который с травмами, но прошел через терапию, там, не знаю, выстрадал это все, побыл в роли клиента на очень тоненьких таких моментах, когда, знаете, я вот на себе знаю, когда ты в терапии, вот ты, это как рану открывают, и в какой-то момент, не то, что слово терапевта, психолога важно, а взгляд его, и ты считываешь, как он на тебя смотрит, когда ты обнажен полностью, когда ты доверил такие вещи, которые никто никогда не узнает, и ты смотришь, как он смотрит в этот момент на тебя, и вот это даже взгляд психолога очень важно, даже взгляд лечит, даже взгляд исцеляет, не то, что слово, нашим партию, и так далее, поэтому, да, я каждому из вас желаю найти своего психолога, найти самому свой путь, и, кстати, Академия, это тот способ для кого-то не обязательно обрести профессию, а разобраться очень глубоко со своими травмами, потому что в Академии очень много практики и в парах, и под наблюдением супервизора, который помогает эту тему глубже осознать, и кто-то, пройдя обучение, поймет, что супер, я очень глубоко поработал над собой, и да, возможно, я пока не хочу, двигаться в плане профессии, но я получил то, что нужно сполна, я получил то, что, может быть, я даже бы не получил, думает человек, на личной консультации, и это действительно так. Так, ну что, вопросы все еще есть, болевой синдром позвоночной грыжи может блокировать образ? я бы сразу пошел в образ боли, какая-то боль, потому что боль может быть острая, нующая, тянущая, давящая, и там будет свой образ, и этот образ все расскажет. Видите, я не очень сторонник того, чтобы говорить, грыжа, это только про ответственность, вы много взвалили на свою спину, да, есть такая интерпретация, но в моем опыте, в моей практике она не всегда подтверждалась, и иногда это бывает фраза сказанная, человек говорит, боль, как будто мне кол туда вбили. Смотришь, начинаешь разговаривать с колом, а кол и всякие такие фаллические символы, да, это очень часто что-то с мужчиной связано. И идем в историю, когда мужчина сказал какую-то фразу, из серии проклятия, и она вот так вот в спине торчит. Возвращаем это, возвращаем себе свою женственность, да, и спина проходит. Не всегда это бывает, далеко не всегда это бывает за один сеанс. Я бы не хотел, чтобы вы думали, что это какая-то магия, не с кем-то мы работаем очень длительно, потому что еще очень важен уровень подготовки клиента. Кто-то на лету схватывает и очень хорошо работает с образами, а кому-то просто даже рассказать про что-то, уже одна сессия ушла. Поэтому все индивидуально. Да, спасибо большое. Ну что, как найти мой канал? У меня везде, в принципе, каналы в Инстаграме запрещенные, да, нужно говорить, наверное, это в Российской Федерации и в Ютьюбе, и в Телеграме. Никулин, нижнее подчеркивание, психолог. Ну где-то, Никулин, точка, психолог. Я просто, там где-то точка не разрешена, а где-то нижнее подчеркивание не разрешено. То ли в Инстаграме, то ли в Телеграме. Ну и просто Никулин, психолог, забейте в поиске, я думаю, вам выйдет. Все, друзья, спасибо большое за вашу активность. Я надеюсь, что начало сегодняшнего дня для вас было насыщенным, наполненным, продуктивным. Я искренне желаю, чтобы и сегодняшний вечер для вас был максимально полезным. Спикеры, которые заявлены, я некоторых из них знаю, и могу сказать, что точно будет очень полезно и продуктивно. Поэтому вы молодцы, что проинвестировали свое время и этот летний денек в себя, в свое здоровье, в свое тело, в свою гармонию, в свою радость и в свое счастье. Всем вам благополучно. Константин, у нас есть еще на самом деле время отвечать на вопросы. И даже в районе 10-15 минут, 10 минут точно, можем поотвечать на вопросы, а мы можем сделать какую-то быструю технику. Можем голосовать в чате, что хотят наши зрители. Давайте, хорошо, Ольга, хорошо. Я всегда стараюсь жестко держаться тайминга, но если у нас есть время, если у нас есть время, давайте поговорим. Так, про себя так и не рассказал Лариса. Лариса, а что именно про себя, про терапию? Напомните, может быть, забыл. Что бы вы хотели? Технику, можем сделать технику, либо поотвечать на вопросы. Пожалуйста. Чат немножко запаздывает, поэтому я могу. Ну вот. Конечно же, все голосуют за технику. За технику. Друзья, это бонус. Используем его. Да, класс, класс. Давайте, я сам очень люблю технику. Я люблю такое, знаете, мясо с картошкой, как говорится, без воды выступление. Я стараюсь сам, чтобы всегда было максимально практичным. Хорошо, я сейчас подумаю, какую технику дать, чтобы она была универсальной, всем подошла. У меня на самом деле в презентации есть несколько техник. Давайте сделаем ресурсную технику. Она на то, чтобы наполниться тем ресурсом, который есть у каждого из нас. Возможно, заблокирован, возможно, где-то внутри глубоко. Хорошо, тогда я предлагаю вам сейчас сесть поудобнее. Можно лечь, можно полулечь, можно полусесть, можно все что угодно. Сделать так, чтобы вашему телу было комфортно. Знаете, на одном вебинаре, по-моему, это было, преподаватель тоже сказал, сядьте удобно. А потом он задал вопрос, а что мешало вам до этого сидеть удобно? Вот один, казалось бы, вопрос. Она тоже на много инсайтов может навести. И мне тоже бы хотелось вам задать вопрос, а почему до этого сидели неудобно? Почему или что, может быть, вам мешало еще более тонко чувствовать свое тело в плане, насколько мне сейчас удобно, насколько хорошо? Здесь ни в коем случае без обвинения, просто на подумать. Хорошо, сядьте поудобнее, сядьте так, чтобы вам было комфортно. Закройте глаза, желательно закройте глаза, чтобы ничто не отвлекало вас вовне от вашего внутреннего мира. Мы поработаем в области вашего воображения, но для психики это также реально, как будто бы это происходит на самом деле. И давайте для начала немножко сфокусируемся на дыхании. Можете сделать такой медленный, спокойный вдох, глубокий, через нос желательно. И медленный, спокойный выдох через рот. Вы так несколько раз подышите, чуть более замедленно, чуть более осознанно. Просто наблюдайте за рисунком своего дыхания. Не нужно делать какой-то особенным в вашем дыхании. Просто дышите, находясь в моменте здесь и сейчас. И если вы чувствуете где-то напряжение в вашем теле, вы можете выдохнуть это напряжение на выдохе. То есть прям сделать вдох и выдох в тот момент, и в ту область вашего тела, где, возможно, вы чувствуете напряжение. Прямо представьте, как будто такой рот появляется там, где вы чувствуете напряжение, и выдыхает воздух вместе с напряжением, вместе с тяжестью, с тем, что есть внутри дискомфортного. Теперь давайте сделаем саму технику. Я сегодня говорил о том, что разные события в нашей жизни, и мы касались немножко негативных событий, вот разные события в нашей жизни словно забирают у нас частичку себя. Когда мы любим очень сильно кого-то безответно, мы отдаем частичку себя. Когда мы вкладывались, не знаю, в учебу, в работу, мы отдавали частичку себя. Когда, не знаю, отец взял ремень и выпорол нас, он забрал ту часть личности, которая доверяет, или которая легкая, которая спонтанная. Когда вы испугались сильно чего-то, та часть, которая привыкла доверять этому миру, она, возможно, тоже отщепилась от вас. Я предлагаю вам сегодня стать чуть более целостной личностью, воссоединиться. Представьте, что где-то в мире и в пространстве разбросаны вот эти части вашей личности. Во времени и в пространстве есть маленькие частички вашей души, которые застряли в тех событиях, в тех ситуациях, в тех неприятных эмоциях. И эти частички вашей личности могут выглядеть как угодно. Вот представьте, на что это похоже. Они могут быть абсолютно разные. Это могут быть маленькие дети, это могут быть цветы, это могут быть маленькие какие-то приятные животные, плюшевые, это могут быть бабочки, это может быть все что угодно. Вот что вам откликается больше? И представьте, что вы прямо сейчас таким мощным намерением призываете все эти частички себя, которые разбросаны во времени и в пространстве, призываете их вернуться к себе. Вы прямо можете про себя проговорить. Я разрешаю каждой части моей личности, которую я где, когда-либо и где-либо оставила, вернуться ко мне обратно. Я разрешаю войти ее внутрь меня и соединиться со мной. И почувствуйте, как где-то вдалеке, вот там разбросанные во времени, в пространстве части вашей личности слышат этот призыв. И какая-то неведомая сила начинает их тянуть к вам. И со всех уголков, где была ваша душа, где было ваше тело, где было ваше воплощение, эти частички стремятся к вам и приближаются к вам, и входят внутрь вашего тела, вашей души и воссоединяются с вами. Прямо увидите каждого, как знаете, когда вы входите куда-то и появляется какое-то событие, появляется какой-то человек, и вот вы видите эту частичку себя, что она появилась рядышком, можете ее обнять, может быть увидеть, что это вот та часть, которая там и тогда застряла, в той ситуации больше всего, которой мне так не хватало сейчас по жизни. Здравствуй, моя смелость. Или здравствуй, моя легкость. Или здравствуй, моя игривость. Здравствуй, моя спонтанность, моя женственность. Здравствуй, моя доверие мужчинам. Здравствуй, моя творческая часть, которая была тогда забита, когда я нарисовала на обоях, и мать наругала меня, и я запретила себе после этого спонтанное творчество. Здравствуй, моя хорошая, я разрешаю тебе войти внутрь себя. И вы прям почувствуете, как они проникают в тело, все ваши части, вашей личности. И чувствуйте, как происходит наполнение, как каждая частичка наполняет вашу душу, ваше сердце, вашу психику, ум и разум, как оно делает вас ресурснее, как оно, как они, точнее, как они исцеляют вашу душу, ваше тело, каждую клеточку вашего сознания, вашей души и тела. И поблагодарите их за то, что они откликнулись на ваш призыв присоединиться к вам, войти в ваше сознание, войти в вашу психику. И потихоньку, когда вы почувствуете, что достаточно, что вам комфортно, что вы получили то состояние, которое, возможно, час назад у вас не было, плавно, потихоньку, бережно, заботаясь о себе, на выдохе, вы можете открывать глаза и возвращаться там, где вы сейчас есть. Друзья, пишите ваши результаты после этой техники. Я вижу, что уже Елена пишет, в местах, где были зажимы, стало тепло, где-то даже горячо. Спасибо большое, Константин. Лариса пишет, осколки зеркала собрались, большое чистое зеркало. Очень интересно. Татьяна пишет, здравствуйте. Здравствуй, моя свободная творческая личность. Я так понимаю, что появился доступ к этой части у Татьяны. Супер, друзья. Делитесь своими результатами. И один вопрос буквально. Марина пишет, слушаю со слезами на глазах, а с чего лучше начать, чтобы свои вопросы прорабатывать? Идти на обучение или сначала в личную терапию? Константин, что порекомендуете? Хороший вопрос, Ольга. На самом деле, я бы смотрел на то, какие особенности вашей личности вы наблюдаете. Если вы понимаете, что групповая динамика, то, когда вы видите, как раскрываются другие люди рядом, то, когда кто-то говорит о похожих вещах для вас, для вас терапевтичные и вас выводят на какой-то новый уровень осознания, то я однозначно бы рекомендовал присмотреться к обучению как к методу более глубоко в парах, в тройках, через теорию и практику проработать свои травмы. Но если вы понимаете, что травмы в вашей душе настолько глубокие, настолько интимны для вас, что вы не готовы раскрываться, то, возможно, лучше начать какое-то движение в этом направлении через личную терапию с тем психологом, который вам откликается. Ну, а затем уже смотреть, насколько вам вообще в целом психология близка это направление. Еще пару обратной связи сочетаю. Анна пишет, я плачу от счастья. Светлана говорит, было супер, были слезы, но было супер. Олесе, тело стало плотным, жарно, голова тяжелая. Если голова тяжелая осталась, возможно, это про что-то. Что это могло бы быть? Конечно, если бы в личной терапии такое случилось, я бы пошел тоже в образ. Вот тяжесть в голове, на что она похожа. Там может быть, знаете, как бульдозер убирает какой-то уровень. Мы что-то одно убираем, всплывает что-то более глубокое. Но если говорить из таких простых техник, доступных каждому эмоционально-образной терапии, хорошо помогает представить такой, знаете, свежий горный воздух, который наполняет все твое тело с головы до ног или с ног до головы и как будто бы выдувает эту боль. Это первая техника. А вторая техника, ее, кстати, с любой болью можно использовать. Она очень хорошо себя зарекомендовала, когда вы представляете, на какой звук или запах похожа эта боль. И просто слушаете или, соответственно, нюхаете, да, боняете этот запах этой боли. Он может быть неприятный, звук может быть скрипучий, но ничего не делайте, не усиливайте, не уменьшайте, просто наблюдайте через ухо или через нос за этим звуком или запахом. И бывает так, что уже через там 3-5 минут трансформация происходит. Если мы говорим о какой-то психосоматической истории, а не органической, да, потому что я всегда, все равно, рекомендую врачей не отрицать и, в первую очередь, исключать органические какие-то патологии. Ну, в любом случае, в рамках психологии, мне кажется, можно найти любую технику, но любой запрос в любом направлении. Глобально, если у вас есть какие-то свои задачи личные, просто их нужно осознать и уже искать пути решения, что дальше вы хотите с этим делать. Ольга пишет, благодарю вам, много инсайтов за эфир. У нас первый спикер за сегодня, у нас еще два спикера, скоро будет второй. У нас сегодня первый спикер, давайте поблагодарим Константина. Константин, до встречи на следующих наших мероприятиях, как постоянного участника и спикера. Спасибо вам огромное. Обещала, что будет глубоко, так и получилось, так всегда. Константин, большое спасибо, до встречи. Благодарю, всем успехов, друзья. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!